То, что отказ от курения сразу сказывается на здоровье, бросившие курить менее подвержены приступам кашля и инфекциям, улучшается дыхание, организм говорит нет отдышки, все это лично испытал на себе брещанин Михаил Яковлев. Молодому человеку 25, курил на протяжении трех лет. Расстался с сигаретой полгода назад по двум причинам. Настораживал затяжной кашель после пережитой пневмонии и по финансовым мотивам. Михаил считает, что лучший способ бросить курить – подсчитать, во сколько обходится. такое удовольствие. На самом деле мне просто нравилось, как дым выходит изо рта, из носа. Это очень, ну, мне нравилось. То есть привычки особо не было? Привычки никогда у меня особо и не было. То есть у меня как было, допустим, на пряжные дни сессии я сижу, курю. Там закончились сессии, я перестал курить. То есть все вот так вот зависело. Обычно у людей какое-то привыкание есть, я не знаю, я за собой его никогда и не наблюдал, потому никогда не считал, что у меня есть какая-то аддикция, зависимость. Постоянно кашляю уже на протяжении, наверное, лет. Двух, двух с половиной. Вот. Ну, и как бы после того, как перестал курить, то, в принципе, этот кашель поменьше стал проявляться. Потому, наверное, все-таки я бы посоветовал людям, у которых именно проблемы с какими-то дыхательными, ну, именно с легочными проблемами какие-то, даже пневмония, может быть, астма была у людей. Лучше, пожалуйста, не курить. Да и, в принципе, если у вас в окружении есть люди, которые не особо любят сигареты, то я бы, наверное, все-таки посоветовал не курить, а подумать о ком-то, кто вокруг тебя. С курением связаны не только болезни дыхательной системы, но и ишемические болезни сердца, онкологические заболевания. Тем, кто хочет, но самостоятельно не может избавиться от никотиновой зависимости, в Брезде помогают специалисты. Лечением занимаются психотерапевты областного наркологического диспансера. В последнее время все чаще говорят о вреде электронных сигарет. Потребление электронных сигарет почти всегда приводит, ну, то есть в течение ближайшего от шести месяцев до нескольких лет, к тому, что человек просто начинает курить обычные сигареты. Или он раньше курил сигареты и теперь, попробовав электронку, опять вернулся к обычным сигаретам. И вот тогда уже и приходят. Поэтому в Сироида запрос именно на избавление от самого курения. А сами электронки обычно являются промежуточным этапом, когда человек созревает к решению того, что он сам не может справиться со своей зависимостью и уже обращается за помощью. В общем, то, что курение вредит здоровью курильщика, истина известная, прописная. Не менее серьезный ущерб они наносят окружающим. Как правило, заядлый курильщик забывает, что вредное пристрастие является не только его личным делом. Кстати, пассивное курение вреднее активного. Мне неприятно. Я не хочу, чтобы потом у меня одежда припиталась этим запахом. И в принципе, у меня этот запах неприятен. То есть, если человек курит, он где-то, наверное, в специально отведенных местах должен курить. Плохо отношусь. Мне не нравится. Ну, куришь ты, кури. Ну, зачем курить там, где другие люди сидят? Это некрасиво. Особенно, если еще дети маленькие. Это да. Против. А сами курите, не курите? Да. Но в общественных местах нет. Не курим. Соблюдайте. Ну, конечно. И при детях тоже как бы нежелательно. Дети не знают об этом. Хотелось бы, чтобы они все-таки контролировали и думали об окружающих. Если видят, что рядом дети или пожилые люди, наверное, хотелось бы, чтобы они этого не делали. Или умеренно. Все-таки, чтобы больше была дистанция между людьми, если уж они курят. И все же пандемия привила людям хорошие привычки. От некоторых вредных, речь, конечно, о курении, сегодня медики также призывают отказаться. Ведь в зоне риска осложнений во время коронавируса находятся курильщики. При абсолютно любой болезни курение только будет ухудшать ситуацию. А если это касается сердечно-сосудистой либо дыхательной системы, это очевидно, что это никак не поможет не только избежать заболевания, но и очень сильно утяжелит ее течение. Поэтому, поскольку сейчас эта тема была, скажем так, в трендах, то и, соответственно, поднимались вопросы. Потому что я лично встречал несколько статей, где пытались якобы сказать, что никотин, дым от курения и так далее чуть ли не убивает этот вирус. Поэтому у курильщиков шансы не заболеть намного выше. Это все вымысел, домысел и пустые слова. Никакие исследования не показывают, чтобы никотин и сигаретный дым от чего-либо защищали. Зато обратных исследований очень-очень много.